Дорогие друзья, всем привет! Сейчас посмотрим видео про удвоение населения. Опять господин Володин выступал в Госдуме и рассказывает нам, как надо удвоить население. Но вначале я хочу опять обратиться к вам с просьбой о помощи. Пожалуйста, у кого есть возможность, станьте спонсором канала. Напоминаю, что до 17 ноября надо набрать 30 спонсоров, и тогда YouTube выплатит 1000 долларов. Это будет оленизмом, если мы упустим такую возможность поиметь с YouTube 1000 долларов. На сегодняшний день набрали 5 спонсоров, остается еще 25. Ссылка на спонсорство или кнопочка, да, она есть под каждым видео. Если она у вас недоступна, то, значит, к сожалению, вы не можете пока стать спонсором. Для этого нужна карта иностранного банка. Еще раз прошу вас всех, у кого есть возможность, стать спонсором. Ну, давайте посмотрим видео с выступлением. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет двое. О, то есть нас должно быть к 73-му году этого столетия не менее 290 миллионов человек. Поэтому, если мы ставим подобные амбициозные задачи, надо добиться, чтобы даже при сокращении социальных статей госбюджета не были уменьшены программы и расходы, связанные с решением вопроса в демографической сфере. Ну, конечно же, опять про день для наших любимых богинь речь идет. Про выплуты всякие там и все остальное. Но, как бы это помягче сказать-то, дело не в деньгах. Достаточно посмотреть на статистику стран по рождаемости. Если бы было дело в деньгах, то у нас в самых обеспеченных странах была бы самая высокая рождаемость. А в самых бедных странах самая низкая рождаемость. Ну, логично же, да? А ситуация, она совершенно иная. У нас в самых богатых странах самая низкая рождаемость населения вымирает буквально. А в самых бедных странах самая высокая рождаемость. Там не то, что денег нет, там воды нет. А дети рождаются, понимаете? Медицины нет. А у каждой богини по 8, по 10, по 12 детей в каждой семье. Понимаете? Ну, не в деньгах дело, дело в традициях, понимаете? Там меркантильность, развращенность. Богинь, так сказать, она ограничена традициями, культурой, религии, законами. Понимаете? Вот когда она не ограничена, рождаемости нет. Когда ограничена меркантильность и развращенность, рождаемость почему-то есть. Когда там мужчина действительно де юра, глава семьи, он говорит, а жена делает. Рождаемость есть. Так может, стоит просто законы изменить? Ну, хотя бы просто привести в соответствие с Конституцией. Чтобы наши прекрасные богини тоже служили в армии, призывались по мобилизации, выровнять пенсионный возраст. Чтобы они тоже были должны что-то родине, понимаете? Может, рожать начнут? Тогда, ну, как бы вроде не хочется, но мобилизацию на раз. Родила двоих, троих детей. Или чтобы на пенсию выйти пораньше. Она хопа, родила. Я согласен, пусть будет за пять детей у нее на пять лет раньше пенсия. Я согласен, пусть так будет. Пусть она не будет служить в армии, если она успела родить двух детей до 21 года. Вполне реально. Вполне реально по годах заделать. Вот это, во, прямо она молодец. Потом 25 еще, 27 парочку. И все, четыре ребенка. И на пенсию у нее будет или год, и по мобилизации она не пройдет. И в армии она не служит. Все. Может, даже какие-то пособия заплатить. Когда у нее четыре ребенка. Но если нет, извините, идите в армию. В армию, в армию, да, на мобилизацию, давай там в окоп. Милая, у тебя нет детей, у тебя нет семьи. Да, про экономическую выгоду развода, вы все знаете, я уже вообще молчу. Про то, что идет алиментный геноцид, вы тоже все знаете, я уже вообще молчу. То, что это алиментный бизнес, это выгоднее нефти. Зачем качать нефть, газ, если можно качать алименты? Там такие доходы, астрономические суммы, триллионы получают. Триллионы в сумме. Понимаете? Мужчины вымирают от просто тупо тяжкого труда. Вдумайтесь, просто потому, что он устал работать. Вот мужчины умирают 50-60 лет. Устал работать, просто загнали, как раба его. Он тупо загнали, как лошадь, он как коня, он умер. И нормальные, и пенсию не надо платить. И сказки какие-то про удвоение населения, про сохранение каких-то выплат. Я не знаю, что они там. Наверное, завод по производству клонов оленей не будут делать. Сразу с такой прошивкой обеспечу. Я должен. Вот, видимо, так вот штамповать начнут. Это бред и галлюцинации. Что это такое? Я не знаю. Кошмар, короче. Ребята, не о ленте обязательно. Не о ленте. Думайте головой, а не головкой. Берегите себя. Будьте счастливы. Еще раз, пожалуйста, у кого активная кнопочка спонсорства, станьте спонсором. Спасибо вам большое. Берегите себя. Будьте счастливы.